В эфире программа «Гость дня». Меня зовут Валентин Еремеева. Здравствуйте. О том, почему, несмотря на предупреждение медиков, число ВИЧ-инфицированных меньше не становится, и о тех мифах, которые окружают этот недок, мы поговорим с заведующей отделом профилактики Свердловского центра ОСВИТ Ольгой Прохоровой. Ольга Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Свердловская область присоединилась ко всероссийской акции под названием «Стоп ВИЧ-спит». Она проходит с 10 по 20 мая. Расскажите о двух словах о целях акции и что в ее рамках у нас в регионе делается. Основная цель данной акции – это, прежде всего, привлечь население к проблеме ВИЧ-инфекции. Проблема ВИЧ-инфекции для нашей области по-прежнему является очень актуальной. Мы по-прежнему лидируем по количеству ВИЧ-инфицированных больных. В стране? Да, да, да. Поэтому основная цель первая – это привлечь внимание. И второе – привлечь внимание населения не просто к проблеме, а к проблеме тестирования на ВИЧ-инфекцию, к проблеме раннего и своевременного выявления ВИЧ-инфекции. Тестирования какие-то, получается, в рамках акции проходят? Как привлекаете людей? Может быть, в вузах что-то есть? Может, какие-то мобильные пункты развернуты? Да, в рамках этой акции мы развернули дополнительное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию не только в Екатеринбурге, но и во всех муниципалитетах Свердловской области. Данное тестирование, именно экспресс-тестирование, низкопороговое тестирование, доступное для всех. Мы планируем уже со следующей недели организовать в каждой больнице города Свердловской области. Также мы планируем, что наши медицинские работники всех муниципальных образований будут выходить и на рабочие места с экспресс-тестированием, в учебные заведения и проводить уличные акции, для того, чтобы тестирование на ВИЧ было действительно доступно для всех. Уличные акции, как правило, популярны, выстраиваются очереди к этим мобильным лабораториям. Сколько ожидает человек? Мы планируем, что в этом году мы должны дополнительно предложить данное экспресс-тестирование низкопороговое порядка 240 тысячам жителей области. Почему так важно это тестирование провести? Насколько эти тесты, экспресс-тесты правдивы и точны? Потому что тестирование – это ранее своевременное выявление ВИЧ-инфекции, как я уже говорила. Это основная проблема на сегодняшний день, потому что наряду с тем, что у нас выявлено достаточно большое количество больных ВИЧ-инфекцией, но тем не менее остается еще больше в 2 и в 3 раза число больных, которые не выявлены, которые являются скрытыми источниками ВИЧ-инфекции, которые живут долгие годы, не подозревая, что у них заболевание является неосознанным источником ВИЧ-инфекции для своих контактных, но и, кроме всего прочего, они подвергают свою жизнь опасности. Поэтому на сегодняшний день главная задача, которая стоит перед нами, перед медиками, это своевременно выявить ВИЧ-инфекцию, для того, чтобы данный больной мог получить необходимую помощь, необходимое лечение в центре СПИДа. А лечение на сегодняшний день рассматривается как профилактика, поскольку антиретровирусная терапия, которая назначается больным ВИЧ-инфекцией, она способствует тому, что количество вируса в организме становится минимальное количество, и таким образом больной не просто получает качественную долгую жизнь, но еще и становится неопасным для своих контактных. Это что-то, то есть неопасно для близких? Да, да, да. Вы говорили, что наша Свердловская область по стране в лидерах. Есть какие-то данные, есть какие-то цифры? Может быть, за 2015 год, за этот год уже сколько человек прибавилось? Всего у нас на сегодняшний день проживает в области более 65 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан. Уровень пораженности составляет практически 1,5%, даже больше немного. Каждый день мы выявляем до 25-40 новых случаев ВИЧ-инфекции каждый день. Это в поликлиниках, это в центрах мобильных тестирования? Да, это везде, как в лечебных учреждениях, так и с помощью организованных акций по экспресс-тестированию. Давайте напомним, что такое вообще СПИД, что ему предшествует, какие-то пути передачи есть, и как, может быть, сегодня социальный портрет поменялся того, кто носит заболевание? ВИЧ-инфекция – это заболевание, которое вызывает вирус иммунодефицита человека. Данный вирус, он избирательно действует на клетки иммунной системы, разрушая их, и таким образом через определенное количество времени, как правило, 5-8-10 лет, иммунная система организма человека становится очень уязвимой. И в связи с этим могут присоединяться любые вторичные заболевания, простонистические заболевания, туберкулез очень часто, это вторая проблема нашей области, и развивается уже непосредственно иммунодефицитное состояние, либо стадия СПИДа. Когда больные, они могут умереть, когда они плохо себя чувствуют, и являются очень активными источниками ВИЧ-инфекции. Ну, как-то социальный портрет изменился, то есть это люди в возрасте, это все так же молодежь, это какие-то низшие слои населения, или все-таки это люди успешные, сейчас тоже носители этого вируса? Да, абсолютно верно. Для сегодняшнего дня очень характерно изменение, скажем так, портрета ВИЧ-инфицированных больных. Если еще 10 лет назад это были преимущественно потребители инъекционных наркотиков, то на сегодняшний день со сменой пути передачи, а у нас на сегодня более 60, даже 70% всех больных, вновь выявленных, они были инфицированы именно при незащищенных половых контактах. И самое главное, что половой путь передачи, он очень актуален для женщин. Более 80% всех вновь выявленных женщин в 2015 году, они как раз были инфицированы при половом пути передачи. А половой путь передачи, он касается всех, и поэтому сегодня говорим, что ВИЧ-инфекция – это удел всех социальных и всех возрастных групп населения. Ну что-то новый средств защиты может появилось, или все так же воздерживаться от беспорядочных половых связей, инъекционные наркотики не принимать, вообще никакие лучше не принимать. Может быть, какие-то фармпрепараты появились новые, может быть, отечественная фармакология что-то придумала? Если мы говорим про первичную профилактику, то есть профилактика новых случаев ВИЧ-инфекции, конечно, это сам просвет работы, это информирование населения о ситуации по ВИЧ-инфекции. Наша задача, чтобы сегодня каждый житель знал, что он живет уже в новых условиях ВИЧ-инфекции, когда ВИЧ-инфекции, как я уже говорила, подвержены все, поскольку половой путь передачи. Безусловно, это пользование презервативами, если это употребление наркотиков, то нужно обязательно знать, что это должно быть одноразовый инструментарий. Лучше вообще никак. Конечно, безусловно, но тем не менее, этот путь передачи есть, об этом нужно знать и говорить. Но и, безусловно, мы очень активно сейчас говорим, что такие манипуляции, которые связаны с повреждением кожных покровов, это тату, пирсинг, они тоже, если они делаются в нелицензированных каких-то салонах, в домашних условиях. Маникюр тоже, например, не может быть источником. Маникюр, если не обрабатываются инструменты, если есть факт повреждения кожных покровов, безусловно, возможно инфицирование. Потому что кровь является самым опасным источником наличия ВИЧ-инфекции. Самая опасная жидкость биологическая. То есть надо просто следить в оба глаза, чтобы мастер... Это право любого гражданина, который получает определенную услугу. Что касается фармакологических компаний, это уже, видимо, лечение, да, получается, профилактика заболеваний? Да, в новом месте. Что-то поменялось, что-то новое может появиться? Мы говорим, что это вторичная профилактика. Я уже говорила, что сегодня очень активно обсуждается тема лечения как профилактика, поскольку лечение снижает уровень вируса в организме. Безусловно, есть препараты антиретровирусные специальные, которые назначаются всем пациентам, кому необходимо данное лечение. Препараты, они обеспечиваются бесплатно за счет средств федерального, областного бюджета. Они доступны для наших больных. Это тоже нужно знать, об этом тоже нужно говорить, потому что не секрет, что если эта информация не располагает больной, то он может не пойти в центр СПИДа. Российские производители как-то поддерживают эту сферу? Очень активно поддерживают российские производители, безусловно, импортозамещение касается в том числе и этой отрасли. Хорошо. Вадим Покровский, ваш коллега, недавно говорил, точнее, как недавно говорил, он часто говорит о том, что у нас в стране эпидемия ВИЧ. Это действительно так? И вот вы говорите раз, мы первые по этой неприятной статистике в стране. У нас эпидемия или ее пока нет? Мы сейчас говорим о генерализованном распространении ВИЧ-инфекции. Это когда ВИЧ-инфекция вышла из групп высокого риска, как это было раньше, и распространяется среди всех групп населения. Генерализованное распространение ВИЧ-инфекции свидетельствует о том, мы говорим о генерализованном распространении ВИЧ-инфекции тогда, когда уровень пораженности беременных женщин составляет 1%. А у нас в области, к сожалению, пораженность беременных женщин достигает уже 2%. Таким образом, мы выходим на стадию генерализованного распространения ВИЧ-инфекции уже на протяжении трех последних лет. Вот то самое страшное слово эпидемия, которое любят часто говорить, до нее много ли процентов еще? Что должно случиться, чтобы можно было объявлять эпидемию? Ну, генерализованное распространение ВИЧ-инфекции, она подразумевает под собой эпидемиологическое генерализованное распространение ВИЧ-инфекции. То есть мы на грани эпидемии? Да, конечно. Но вот с позиции современной медицины как-то предугадать, прогнозировать, можно рост или спад числа заболевших? Удается это делать? С учетом того, что у нас в области очень активно реализуется ряд профилактических мероприятий, диагностических, лечебных, то, безусловно, мы ожидаем некую стабилизацию процесса, стабилизацию заболеваемости. И вот в 2015 году, это впервые, мы не зарегистрировали роста новых случаев ВИЧ-инфекции. Да, но будем смотреть, конечно, по итогам этого года, 2016, но пока вот за 4 месяца мы также не приросли по сравнению с 2015-2014 годом. Но кроме этого, все-таки есть определенные положительные моменты среди различных каких-то отдельных групп, например, молодежь и подростки. В этой группе мы тоже уже на протяжении 3-4 лет не регистрируем не то, что стабилизацию, а не регистрируем роста. Если мы в начале 2000-х годов ежегодно выявляли до тысячи, более тысячи подростков и молодежи, то сейчас это только 50 человек. Почему так происходит? Столько лет уже, даже десятилетий говорят о том, что спит, не спит, как это страшно, о последствиях, о ВИЧ. А число инфицированных только растет, а не уменьшается. Почему так? Ну, это связано как раз именно с тем, что ВИЧ-инфекция подразумевает накопление большого числа скрытых источников ВИЧ-инфекции. Потому что ВИЧ-инфекция, она не имеет клинических симптомов определенных. Очень долго ВИЧ-инфицированный живет, не подозревая, что у него ВИЧ-инфекция. И таким образом является источником ВИЧ-инфекции для своих контактов, для своих половых партнеров, если это наркотические, наркотических партнеров. И таким образом ВИЧ-инфекция, она лавинообразно распространяется. И для того, чтобы все-таки нам взять под контроль ВИЧ-инфекцию, прежде всего нужно, чтобы каждый житель области знал свой ВИЧ-статус. То есть одной информации, одного информирования уже недостаточно? Недостаточно. Недостаточно знать. Сегодня уже достаточно что-то делать. А первый шаг – это сдать тест. Тем более, на сегодняшний день тестирование на ВИЧ-инфекцию, оно доступно как во всех лечебных учреждениях с помощью классического метода, как и раньше, так и в этом году, как я уже отмечала, мы дополнительно вводим экспресс-тестирование, то есть низкопороговое тестирование, которое будет осуществляться везде. И в тех местах, доступных для любого жителя области. Ну, о страшилках, хотелось бы поговорить, которые вокруг темы ВИЧ-спит существуют. Вот одна из них – это укол иглой на улице. То есть либо ребенок играл в сочнице, в детском саду, были у нас такие случаи в Эксеренбурге, либо там, не знаю, взрослый на субботник укололся. Вообще, реально ли так заразиться и что делать, если, дай бог, задел шприц? Да, безусловно, есть фактор передачи ВИЧ-инфекции при уколе шприц. Который раньше был использован ВИЧ-инфицированным наркопотребителем. В этом случае нужно знать, что в течение трех суток и даже раньше необходимо обратиться либо в центр СПИДа, либо в поликлинике по месту жительства в приемном покое, для того, чтобы получить необходимую химиопрофилактику. Это антиретровирусные препараты, которые назначаются и принимаются в течение месяца данным пострадавшим. В этом случае можно предотвратить передачу ВИЧ-инфекции именно таким способом. Но Вы, как эпидемиолог в своей практике, с какими мифами сталкиваетесь, которые окружают эту инфекцию? Во что люди верят, но это не так и наоборот? Ну, самая главная проблема, с чем мы сталкиваемся, особенно в нашей области, это так называемое спиддиссидентство. Это движение, это люди, которые не верят в существование вируса. Это, как правило, носители вируса, которые отказываются воспринимать свой диаметр? Это, как правило, источниками всей этой информации являются здоровые люди по каким-то определенным убеждениям, и они вовлекают в свое движение, к сожалению, и больных ВИЧ-инфекцией, которые поддаются их пропаганде. И только благодаря этому спиддиссидентству, благодаря в кавычках, мы потеряли пять детей. То есть это те мамы, которые поддались спиддиссидентству, не верили в существование ВИЧ-инфекции, не верили в эффективность лечения, которое помогло бы их детям, не потеряли своих детей. Зачем это нужно спиддиссидентам? Иди смерти, брать на свою душу. Для чего это делается? Я не могу объяснить этот факт. Но, тем не менее, вот это самая большая проблема, самый большой миф, в частности, для нашей области, это отсутствие веры, наличие, существование вируса, иммунодефицита человека. А как боретесь с диссидентами? Росвещением, населением. Ну, если учесть, что есть детские смерти, это, видимо, не самый эффективный способ, да? Ну, безусловно, прежде всего, конечно, нужно донести до каждого жителя об этой проблеме, что это действительно проблема есть. Ну, раз о детях заговорили, я правильно понимаю, что, в принципе, современные лекарства, современные препараты, терапия, она позволяет этим детям вырасти до взрослых и вести дальнейшую здоровую жизнь, возможно, своей семьей заводить. Так ли это? Это так. И более того, данная терапия, она позволяет родиться уже здоровому ребенку. Потому что все беременные, ВИЧ-инфицированные женщины, они получают химиопрофилактику, то есть специальные интератровирусные препараты в течение беременности, во время родов, и потом ребенку уже после рождения. И таким образом, только в Свердловской области нам удалось снизить уровень передачи ВИЧ от мамы к ребенку до 3%. То есть, несмотря на то, что у нас больше всего женщин ВИЧ-инфицированных, которые рождают детей, более тысячи таких женщин в год, так вот, из тысячи детей получается, если у нас 3%, то ВИЧ передается порядка 20-30 детям только. Хорошо. Ну, тема ВИЧ, она социальная. Многие люди, которые озвучивают свой диагноз, не знаю, в коллективе, там, в студенчестве, в школе, в ВУЗе, они становятся изгуемыми, и их начинают бояться. Вот почему их начинают бояться? Стоит ли вообще бороться с предрассудками? И как относиться к человеку, который не скрывает свой диагноз? Как его воспринимать правильно? Его нужно воспринимать правильно, но нужно понимать, что он не опасен. Больной туберкулезом, да, он опасен для окружающих. Больной гриппом, он опасен для окружающих. А больной ВИЧ-инфекцией, он не опасен для окружающих. И самый главный метод борьбы, вот с таким отсутствием толерантности, да, стигмы, дискриминации, это наличие информации об этом. Что ВИЧ не страшна при бытовых контактах, при рабочих контактах. То есть через рукопожаев, через чашки, ножки. Безусловно, ВИЧ не передается таким образом. И только понимание, знание, пути передачи ВИЧ-инфекции, она может побороть отсутствие такой толерантности к больным. Но еще нужно понимать, что эти все проблемы, дискриминация, отсутствие толерантности, они же очень негативным образом сказываются на том, чтобы люди проходили даже тестирование на ВИЧ-инфекцию. Потому что вот это вот негативное отношение, оно способствует тому, что возникает мысль, а зачем я буду обследоваться на ВИЧ-инфекцию, если я узнаю, что у меня ВИЧ-инфекция. Это, безусловно, могут возникнуть какие-то негативные отношения со стороны коллег, со стороны родственников и так далее. Чем мы оттягиваем дальше обследование на ВИЧ-инфекцию, тем мы, естественно, подвергаем свое здоровье крайней опасности. Ольга Геннадьевна, спасибо вам за ваше интервью, за ваше время. Я напоминаю, что это была программа «Гузня». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова